1. Областное радио Квадратных или кубических? Площадь берем, да? Площадь Ленина? Ну, то есть, получается, делишь и, соответственно, вот сейчас, например, слушатель поделит... Ну, рост мы имеем в виду, да, берем? Да, берем рост, допустим, 160... Давайте прям в цифрах. Вот, например, вес 60 килограммов у человека и рост 165 сантиметров. Вот как он должен посчитать? Ну, он берет и считает свой... Чего он на что умножает? Как делит? Вот вес... Сейчас вспомню, сейчас вспомним эту формулировку. Прекрасно. Вес 60 килограмм делит на свой рост в квадрате. Это 160 мы умножаем на 2 и 90 делим... И вот, и получившееся. И, соответственно, с каких цифр получается все? Перебор, индекс, беда. Давайте начнем с идеальной массы тела. Идеальная масса тела – это когда человек посчитал, и у него получилось... Ему все понравилось. Все понравилось. Вот это идеальная масса тела. Вообще он в зеркало посмотрел и понравился. Это вообще идеальная масса тела. А если посмотрел на калькулятор и увидел там 18-25... То есть 18 плюс получается, да? Да, 18 или 25, от 18 до 25. Он может считать себя идеальным человеком. У него идеальная масса тела, и ему, в принципе, ничего не надо делать. Я прошу прощения, мы сейчас о чем? О килограммах или об идеальном женском возрасте? Сейчас, да, про килограмм. Пока говорим про килограмм, а потом поговорим про идеальный женский возрасте. Вот он понял, что у него 18 плюс какие-то, и он начинает худеть. Там, да, вот этот вот хлеб убирает, вот это 8 стаканов воды. Ну что, специалист расскажет, что убирает, да. Ну, в общем, он такой худеет-худеет, у него не получается, например. То есть вес не уходит, он стоит колом. И здесь появляетесь вы на арене, или как это выглядит? Если у него ничего не получается, и вдруг появился первый я на арене. И я тогда, мы посчитали, и получилось, что у него масса не больше 25. И это не показания для оперативного лечения. И такие люди приходят очень часто, и мы их отправляем к диетологам, к эндокринологам, к гинекологам, для того, чтобы разобраться, почему у них не получается похудеть. И, как правило, эти люди к нам уже не возвращаются. При наличии в городе хорошего диетолога и эндокринолога, им составляются низкокалорийные диеты, и назначаются физические упражнения. И они живут счастливо. То есть вы ему советуете разобраться сначала с собственной головой, да? Как-то поменять образ жизни, образ мышления и прочее-прочее. Да, вот вы правильно сказали, с собственной головой, потому что часто проблемы у них из-за головы. И мы подключаем к этому спектру докторов, еще подключаем психолога и психиатра. Иногда девочка смотрит в зеркало... Она стресс заедает, грубо говоря, да? И заедает, и стресс. Картина в интернете понасмотрится с худыми моделями. Очень худенькие модели, им хочется быть такими. И часто бывает проблема в семье, когда они приходят, и мужчины несколько подавляют женщин. Они говорят, что они некрасивые и полные. Хотя они весят там 50 килограмм, и все. Ну, у нас совет просто поменяйте мужа. А, кстати, неплохо, неплохо. Так, и было хорошо, ладно. А если вернулись после психологов и диетологов? И у них ничего не получается. Они испробовали все диеты. Они мучают себя физическими, изнуряющими упражнениями. И их масса тела никак не снижается. И показания для операции становятся только тогда, когда индекс массы тела у них все-таки больше 35, ближе к 40 подходит. Тогда мы говорим уже о бариатрических операциях. Что такое бариатрическая хирургия? Слово такое загадочное. Это что-то новенькое в хирургии? Ну, это не новенькое в хирургии. Бариатрическая хирургия – это хирургия ожирения. Уже хирургия ожирения существует около 70 лет. И занимается проблемой ожирения больше 70 лет. И раньше это были калечащие операции. Ну, и проходили многочасовые, открытые операции. А сейчас операция в среднем полтора-два часа идёт и делается через проколы. Делается через проколы, уменьшается объём желудка, или, ну, есть разновидностей операции много. Что мы хотим получить? Какие показания для оперативного лечения человека? Если это просто морбидное ожирение, которое индекс массы тела... Ой, какой, простите. Давайте по-русски, да. Да-да-да-да. Это какое жире? Театрическая медицина, хирургия – это когда влияют на вес человека путём сокращения желудочной камеры, объёма, или удаляют лишний жир там... И жирчки. Да. Нет, лишний жир – это липосакция, это занимаются пластические хирурги. Мы занимаемся... Наше направление хирургии занимается на похудение человека. Человек должен худеть. И выполняются различные виды операций для того, чтобы человек похудел. Ну, вот вы сами сказали что-то про желудок. Я почему зацепился за это? Нет, ну, вы правильно зацепили желудок. То есть вы уменьшаете размер желудка, да? Есть множество операций. Есть операции, которые... А давайте вот какие способы используете лично вы? То, что есть в природе, там хорошо, а вот лично вы используете, вам нравится, вы видите, что это эффективно. Для каждого человека подбирается свой вид операции, да. Нету стандарта операции, нету человека... Вот хирург, вариатрический хирург владеет, допустим, одной операцией слив гастроктомии. Это уменьшение, только уменьшение объема желудка. Она же не всем подходит, эта операция. Есть человек, которому показано и выключение тонкого кишечника, чтобы меньше всасывалось из тонкого кишечника. Когда у человека есть сахарный диабет, и приходят люди с сахарным диабетом второго типа, которые и с избыточной массой тела. Мы им делаем операцию, они худеют, и у них уходит сахарный диабет. Они перестают принимать сахароснижающие препараты. Они... Некоторые люди уходят от инсулина. И они становятся полноценными людьми. Они становятся такие же члены общества, как и все. И самое главное, что реабилитация после операции... Это не надо находиться в стационаре месяц, как раньше было. Первые операции находились люди в стационаре по 2-3 недели. Сейчас на второй-третий день люди уходят домой. Через неделю они возвращаются на работу. Чего происходит? Мы все пропустили, Кузнецов. Ты посмотри, что в хирургии... Ну, это потому, что сейчас операции проводятся лапароскопическим методом, да? Да, потому что проводятся и лапароскопическим методом операции, и другой вид операции, другой вид оперативного лечения. И люди, они же худеют не сразу. Они же вот... Ну, это процесс такой. Нету такой панацеи, что вот я пришел, я... И вышел такой, а он дэ лон вообще, да, моментально. И через 2 месяца я должен похудеть на 100 килограмм. А вот у вас, кстати, среди ваших пациентов, уже прошедших через ваши золотые руки, рекордсмены по весу. Рекордсмены по весу. Сколько было килограммов? 270. 270. И в итоге сейчас, как живет человек? Вы отслеживаете дальнейшую стрельбу? Обязательно. В каком весе он сейчас? Сейчас, последний раз, когда эта женщина была у меня на приеме, она была 85 килограмм. Да ничего себе! Радио 54. Чего хороший диетолог, например, никогда не сделает во время беседы? Ну, хороший диетолог, он должен быть, во-первых, хорошим психологом. И человек, выйдя от диетолога, он должен понять, что вот тот человек, который, вот этот человек, поможет мне похудеть. Вот он или она... Чувствует, что это волна волна. Да, он мне расписал лечение, и я пойду. И зарядились энергией, и все. И они на позитиве пошли считать калории. И тогда у них все получится. Можно похудеть и самому без нашей операции, будучи 200 килограмм, можно похудеть до 85. Какую видим мы перед собой цель, и какая у нас есть сила воли. Если у нас это все есть... Вот это важно, кстати. Хороший момент, Александр Александрович, что человек выходит из операционной и дальше по кофейням с пирожными. Это значит, что вот этот откат у него случится к прошлому весу, ну, в течение ближайших 6 месяцев, наверное, примерно где-то так. Ну, вы понимаете, мы же... Если он в руках себя держать не будет. После бариатрической операции вы имеете в виду. Во-первых, мы же... От нас, вы же сами сказали, не выходят алленделонами. Они алленделонами становятся как минимум через 2-3 года. А, вот так. То есть это такая... Все это время работаем над собой. Все время работаем над собой. И после бариатрической операции люди же, они соблюдают диету, они занимаются собой. Они ходят к косметологам, диетологам, соблюдают диеты. Они ходят обязательно в спортзал, для того, чтобы кожа-то у них не повисла, для того, чтобы быть молодыми и красивыми. Для чего они приходят? Они же приходят за здоровьем к нам. Мне нравится то, что вы говорите. Это значит, что у таких операций, которые вы делаете, у них нет таких серьезных противопоказаний, после которых у человека постельный режим после этой операции, и он ничем заниматься не может. То есть он даже в спортзал может ходить и жить полноценной жизнью. Обязательно. То есть там ничего такого страшного. Смотрите, вопрос пришел на эфирный WhatsApp, должна его прочитать. Здравствуйте, спросите у гостя о цене таких операций, делают ли их в Новосибирске. Ну, можно какую-то вилку назвать, да, и рассказать про наш город. Новосибирск или делают? Новосибирск делают. Делают тоже, да? Но делают и в Барнауле. Делают и в Барнауле. Делают и в Барнауле. Делают. Ну, что у вас там за клиника, хоть расскажите, как называется? Мы оперируем в железнодорожной больнице. Но к вам же ездят наши. То есть у нас в Новосибирске делают, но едут все равно к вам. А вот это как? Это почему, кстати? Как вы сами думаете? Без ложной скромности. Без ложной скромности, просто скажите. Без ложной скромности. Многие люди считают деньги. Новосибирск, дорогой город, Барнаул, несколько дешевле. И операции у нас, ну, не на порядок стоят ниже, чем у вас. Но существенно, да? Но существенно. А учитывая, что от Барнаула до Новосибирска расстояния, это, ну, в общем-то, никакое. У нас простое человеческое утро, очень искренне слушатели нас вот за это оценят. Они знают, что мы говорим, как есть. Вот давайте вилка, например, Новосибирская ценовая и вот Барнаульская, чтобы мы... Давайте вот прям в картинках покажем. Ну, примерно. Ну, хорошо, только Барнаульскую. На какой-нибудь вид операции. Ну, да, вот примерно. То есть, грубо говоря, Новосибирск. Я понимаю, что некорректно сравнивать, но тем не менее. Ну, просто понять. Ну, человек-то ориентируется в ценовой политике. Ну, обязательно. Ну, или просто расскажите про Барнаулу. Давайте мы расскажем про Барнаулу. Давайте. И будем касаться Новосибирска. У нас эти операции стоят от 250 до 350 тысяч рублей. Ну, это, в принципе, доступно. Но можно как-то рассрочку как-то вот это все решить? Ну, здесь существуют виды рассрочки, но это в индивидуальном порядке. Вот. И, а вилка эта, почему существует 250-350? Это зависит от того, что какой у человека желудок, размер желудка, большой, маленький, помещается туда ведро или два ведра еды. Ого, ведра, они мерят в ведрах, Леша. Ты представляешь? Ты сейчас сидишь, думаешь, сколько я вчера съел вообще? Да, после того, как мы сегодня про хлеб рассказывали, ты знаешь, я бы еще лотка не мерил. Слушайте, ну, география же ваших пациентов наверняка очень обширная. Ну, понятно, что вот, ладно, Новосибирск к вам ездит, да. А кто еще бывает? Бывает очень много пациентов с Сахалина, с Якутии, с Нижневартовска. Ну, то есть все вот это наше за Уралье, да? Приезжают с Москвы, с Петербурга, приезжают с Европы. Почему приезжают с Москвы, с Европы? Ну, потому что... Опять же, деньги, наверное. Опять же, деньги. Ну, конечно, это доступнее. Лучше за дорогу заплатить какие-то понятные деньги. В Москве эти операции стоят в районе 700 тысяч рублей. Ну, ближе к миллиону туда. Скажите, а вот подобные вещи УМС, ДМС покрывают? УМС выкинули нас из реестров, потому что... Но сейчас, в последнее время, вот последних два года, идет вот наш главный бариатрический хирург России Яшков ведет переговоры с фондом для того, чтобы эти... Вернуть обратно, да? Вернуть обратно. Не то, что вернуть обратно, ввести их в высокотехнологическую помощь. И в этом году, даже в Новосибирске, шесть квот вам дали, шесть человек удостоились проопереживания. Ну, это вот та же история, что с операциями на сердце, да? Да, примерно так же, да. Ну, если с географией понятно, давайте попробуем описать такой среднестатистический портрет того, кто к вам приходит. В половом отношении чаще мужчина или женщина? 50 на 50. 50 на 50. Возраст примерно, вот так, на скидочку. Возраст 35-40 лет. Ну, 35 плюс. Да. Или нет, даже вот до 40, да? 35-40, это больше континген, который приходит. Приходят люди и в 18 лет. Приходят молодые люди в 18 лет. Ну, это вот, видимо, та история, когда развернул от дверей, иди сначала с головы реши вопрос, да? Нет, вы не правы, потому что... Скорее всего, здоровье. И здоровье это здоровьем. А вот те люди в 18 лет, которые... Они уже выросли на фастфуде. Они выросли уже на Макдональдсе. Они выросли на Пепси, Коле, Кока-Коле. И вы сейчас вот зайдите просто вот в фастфуд, в Макдональдс, зайдите и посмотрите, сколько же там детишков. А вы знаете, я вам больше скажу. Я в этом году оценил количество вот реально толстых людей на пляже, на пляже Крыма. То есть я, ну, довольно, с 15-го года там не был, вот за эти 5 лет. Мне не нравится, друзья, эта формулировка. Человек с лишним весом. Давайте называть вещи своими именами. Вот я пришел, значит, вот, и... Ну, я все понимаю. Давай покоррекнем. Вот как только у нас закончится подобное отношение, как это сейчас модное слово-то... Бодипозитив. Нет, я про другое, да. Как только мы дадим себе отчет в том, что, ну, толстым быть не модно, тогда и... А мне кажется, у нас сейчас тенденция же такая по общероссийскому и даже, в общем... Бодипозитив, это ладно, это оттуда идет. А у нас в России же, наоборот, тенденция на здоровый образ жизни, на поддержание себя в хорошей форме. Я ошибаюсь, Александр Александрович? Я могу говорить об этом хотя бы потому, что у меня у самого есть лишний вес. Тенденция-то есть к здоровому образу жизни, но людей с лишним весом с каждым годом становится все больше и больше. Вот, и я хотела вас, как специалиста, спросить. Я же вижу, вот у меня бумажка перед глазами, вот она статистика от российских диетологов. Это что такое 50% взрослого населения России? Что с нами не так? Хорошо, фастфуд, окей. Малоподвижный образ жизни, гаджеты. В чем проблема, вы как считаете, как специалист? Ну, вы правильно говорите. Малоподвижный образ жизни, гаджеты. И те вот дети, взрослые, которые сидят постоянно за компьютером, и которым некогда оторваться, и они кушают, сидят перед собой. И они не понимают, сколько они съели, и почему они это съели. И они сидят и кушают, и бесконечно кушают. И а что едят? Что можно есть перед компьютером? Он же им даже некогда приготовить, супчика сварить. Надо же поесть то, что можно купить. Да тут главное даже не поесть, а просто пожевать в этот момент. Да, вот они жуют, жуют. Но еще и современный ритм жизни, он заключается в том, что мы встаем, и кто из нас завтракает утром? А некогда, некогда. Ну, это Кузнецов вообще исключение, он марсианин. Вообще, у нас же ипотеки, кредиты, дети, заботы, все больше и больше закредитованность населения. Это значит, бегом надо бежать на одну вторую работу, потом вторую, третью, какой завтрак, какой полноценный горячий обед, некогда. А потом мы встаем на весы. Нет, а потом мы пришли домой. А, ну да, мы еще раз поели или один раз в день поели. И мы должны покушать. И мы покушали не до насыщения, а до боли в желудке. Ну, потому что весь день нормально не лезет. Потом лечь и постонать. С наслаждением, да. У нас буквально осталась, к сожалению, минуту до конца эфира. Самое главное, о чем вот мы не успели сказать, Александр Александрович. Ну, понятно, что, друзья, очень важно стараться скорректировать свой образ жизни в верном направлении, потому что наш лишний вес, это же внешность во вторую очередь. Конечно, здоровье. Лишний вес – это здоровье. Это нагрузка на сердечную систему, да. На суставы. На суставы, на все, конечно. Да, вообще на все, наверное. Да. Вот видишь, Кузнецов, мы уже с тобой про суставы заговорили. Не надо смотреть пастор. Ну, по крайней мере, Малахова мы еще с тобой по телевизору не наблюдаем. Может быть, мы с вами, Александр Александрович, топ-3 важных совета слушателям Радио 54, чтобы вот как-то сдержаться. А если что уж не получится, тогда, собственно, к вам. Топ-3. Самое первое – это надо следить за собой, за своим здоровьем. И смотреть, что мы кушаем – это второе. Ну, и любить себя – это третье. Вот мы про любовь говорим каждое утро, потому что это самая главная сила во Вселенной. Радио 54 Первое – областное радио